здравствуйте уважаемые гости нашего поселка предлагаем вам виртуально погрузиться в атмосферу нашей родины никологоры или первоначальное название 17 века по госту никола на горах берет свое начало в 1628 году символом поселка является никольская каменная колокольня который возвышается на крупном холме возведена в 1790 году именно она изображена на современном гербе никологор дивный и звучный и мелодичный звон колоколов раздается на весь поселок на этой же территории находится христро-рождественская церковь впервые построенная в 1653 году ее сменила дошедшая до нас перестроенная церковь для нашего времени усилела без изменений лишь малая часть трапезная в далеком 18 веке на площади поселка проходили ярмарки так образовалась базарная площадь но в двадцатом веке и переименовали в центральную в настоящее время площадь преобразилась в ходе реконструкции в 2019 2020 году центральное место заняли часы местный биг-вен также на площади здесь стоит главный обелиск победы в центре возвышается стела увенчанная красной звездой которая взмывает вечность в виде приспущенного знамени победы выбиты слова воинам поселка Николагор павшим за свободу и независимость нашей родины слева расположен мемориал книга памяти на страницах в которой написаны имена николагорцев павших на фронтах великой отечественной войны еще одна церковь которая не входит состав храмового комплекса расположилась чуть дальше от центра эта церковь спаса преображенская или по-другому кладбищенский православный храм построена она на средства прихожан в 1807 году что особенно ярко выражено в обилии колонн колокольни и ворот настоящее время культура нашего поселка активно развивается и одно из любимых и посещаемых мест среди жителей это парк в нем проходят различные мероприятия с развлекательной программой где ярко представляют свои номера участники дома культуры также группа джаффл устраивает музыкальные вечера которые привлекают никологорцева живой музыкой солистка группы екатерина савельева мероприятия посещают с огромной радостью ведь именно творчество оживляет народ и родной край также есть обновленный спортивный стадион труд открытие которого состоялось этим летом благодаря его модернизации молодежь вовлечена спортивные события поселка и принимает участие различных спортивных соревнованиях ежедневно на нем проводятся тренировки никологорской футбольной команды легион дети и взрослые могут заниматься на тренажерах играть в волейбол и баскетбол устраивать пробежки или наблюдать со стороны сидя на трибунах спорт помогает вести активный образ жизни в заключении хочется сказать что каждого города есть своя история свои достопримечательности все вышеперечисленная лишь малая часть того за что мы любим свой поселок благодарим вас за то что виртуально совершили небольшое путешествие по нашей малой родине